Всем привет! Меня зовут Александр Ефимов, а вы в гостях у компании Papillons. Сегодня у нас инсталляция Volk 1601 на XP600 головах, часть 2, посвященная установке печатающей головы и первому включению, первой проверке, вообще порядок действий после механической сборки. Погнали! Первым делом мы освобождаем все с каретки, снимаем все блокирующие устройства, снимаем вот эту штуку, и я рекомендую каретку сдвинуть вот так аккуратно влево, просто она сдвигается, да, парковка у нас вот таким образом здесь работает, и раскручиваем раз, два, три, четыре винта для того, чтобы посмотреть, не замыкает ли там шлифа перед первым включением. Видите, люди, значит, проверяем, чтобы трубочки у нас не попали сюда, и шлифа, посмотрите, кстати, шлифа вот здесь сейчас расклеились и лежали контактами на винтах, значит, не зря мы ее разобрали. Давайте заклеиваем это дело все обратно вот так, видите, они здесь с сдвигом, так что ничего никуда не замкнет. Колечко это все склеиваем обратно скотчем, после этого можно будет включать прямо без печатающей головы, это не проблема, проверяем, нигде ничего не задевает, все прекрасно, каретку оставляем прямо на столе и делаем первое включение. Момент истины, нажимаем кнопку питания, свет загорелся, инициализация начинается. Вот он едет кареткой, сейчас он снимет ноль, снял и встал на место. Ну, давайте там, не знаю, зайдем в майнтенанс и нозл тест. Он сделал сейчас тест дюс. Головы, правда, у нее не хватает, но нас это на данный момент не смущает. То же самое делаем чистку дюс, чистку печатающей головы. Вот он делает алгоритм. Смотрим, как хорошо поднимется вайпер. Все в общей сложности окей. Все нормально, все он делает, манипуляции базовые. Все у машины хорошо, можно на этом этапе ставить печатающую головку. Важный момент. Перед установкой печатающей головы лучше попробовать расслабить и обратно затянуть вот эти калибрующие винты. А вот эти 4 винта нужно полностью выкрутить, потому что мы сюда вставим печатающую голову. Верхнюю крышку тоже раз, два, три, четыре винта я рекомендую снять, чтобы посмотреть, какой шлейф левый, какой правый, чтобы это было всегда у вас перед глазами. Сейчас прокомментирую. Друзья, обращаю ваше внимание, что вот верхний шлейф, вот он, собственно, уходит назад, и здесь на плате написано left, как вы видите. Вот в этой части left, а ближний, который, собственно, нижний, это right, правый. А значит, что правый он у нас как-то справа, а левый он у нас слева. Они вставляются в голову контактами вниз. Пробуем раскрутить и вкрутить вот эти винты. все тут хорошо. Так. Бывает из-за всяких температурных историй они очень тяжело идут. Вот. И выкручиваем эти четыре винта. Так. Левый подключаем, соответственно, слева. Вот так смотрим, чтобы у нас совпадали здесь контакты. и ровно втыкаем. Не надо вот на косую как-то втыкать и так далее. Именно ровно. И второй, правый, он же нижний, включаем, соответственно, вы удивитесь, но справа. Тоже смотрим, чтобы контакты совпадали. Обязательно. Станок должен быть обесточен. В коем случае не под напряжением. И после его обесточения подождите 10 минут. Шлифа можно вот так немножечко подогнуть вот здесь. Но без чрезмерного усилия. Так вот. И после этого устанавливать голову внутрь станка. Шлифа могут давать ненужное натяжение. Но в общей сложности она должна туда проваливаться достаточно свободно. Видите, даже ходит немного. Так. И после этого берем винты и по одному скручиваем. Я, видите, пальцем придерживаю голову. Второй рукой я беру отвертку. Третьей рукой я придерживаю винт. Так. Оп. Попало в резьбу. Слегка наживляю. Рекомендую наживлять их по диагонали. Дальние отверстия теперь. Оп. Вот так. Назад чуть-чуть. Не затягиваем до конца. Пока не будут наживлены все винты. Я кручу сначала назад, чтобы почувствовать, где у меня резьба. Он характерно щелкает, когда встает. Резьбу берегите. Она нарезана там в алюминии. И если ее сорвать, то сложно будет выходить из этой ситуации потом. Должно все очень свободно заходить. Перед тем, как затягивать, сейчас прячу голову. Я ее рекомендую откатить куда-нибудь на свободное пространство. И посмотреть снизу обязательно, насколько она выступает. Должна равномерно выступать и спереди, и сзади, и слева, и справа. Сейчас я отсюда посмотрел. В принципе, видно. На камеру это сразу, к сожалению, не показать. Но после этого подтягиваем. Пробуйте подтягивать вот двумя пальчиками. Вот так вот. Прям не надо сильно. Трест на крыльях. Тихонечко. Все. Вы почувствуете. Винт полошел. Тянуть сильно не надо. Это все-таки пластик. Может лопнуть. Поэтому слегка. Так, чтобы не раскрутилось. Все. И после этого можно переходить к установке демперов. Что касается демперов. Здесь вот такая версия с латунной гайкой. В принципе, демпер состоит из самого демпера, латунной гайки и резинового кольца. Вот оно там. Прокладочка есть. Сейчас я его достану. Аккуратно. Смотрите, как все это собирается. Берем трубку, которой сдвоенные трубки. Мы их разделяем. Я их уже разорвал. Одеваем гайку узкой стороной вперед. Потом резиновое кольцо. Впоследствии резиновое кольцо попадет внутрь гайки. Вот так. Видите? Резиновое кольцо. Вот гайка. И она его туда внутрь загонит. Вот. Резиновое кольцо подойдет вот сюда и будет уплотнять это дело все. Бемпфер будет стоять в итоге в печатающей голове вот так. Вот так трубка. Поэтому так и ставим, чтобы она не была перекручена по возможности. Вот. Подцеповываем трубку. Натягиваем. Кольцо можно отодвинуть. Достаточно глубоко. Вот. Теперь кольцо придвигаем вплотную вот так. И начинаем накручивать гайку. Ее можете накручивать до того, как у вас начнется резьба. Чтобы она легче заходила на резиновое кольцо. Все. Сильно тянуть не надо. Вот. Подошли чуть-чуть. Все. Достаточно. И после этого демпфер. Вот здесь он наденется на сосок головы. На вот этот коннектор. Пальцем сверху. Над демпфером и давим вниз. А за этот хвостик чуть-чуть можно вот колебать его. Качать. Чуть-чуть. Сильно не надо. Очень легко можно отломать этот кончик. И это будет не гарантийный случай. Одеваем вот так. Внутрь рамки. Вот он попал. И чуть-чуть покачивая. Вдавливаем его на печатающую голову. Вот он встал. Все. Он перестает качаться после этого. Можно переходить к следующему демпферу. Один за одним все устанавливают. Сборка принтера Волк 1601 на XP600 голове закончена. Лайки, комментарии все равно оставляем. И меня зовут Александр Ефимов. Вы были в гостях у компании Папелонс. Всем пока.